Добрый день, друзья! Я, Быстрый Олень, вновь с вами. Июнь месяц в Торонто удался. Только что закончился фестиваль российского кино в Торонто, и организаторы фестиваля тоже здесь. Сегодня еще один хороший день. К нам в Торонто приехали очень интересные актеры. Чулпан Камакова. Аплодисменты театра «Нази» Андрей Меркулев. Аплодисменты театра. Зал постепенно наполняется, свободных мест в зале не будет. Аплодисменты театра «Нази» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Когда мы ее увидим? Будет у меня переводить на чисто английский язык. I will do my best to translate it into English. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если у вас пока артисты одеваются, есть ко мне вопросы, то я готова начать на них отвечать. Вы знаете, что я вообще работаю? Есть ли какая-нибудь еще актриса драматическая, которая у меня вызывает желание с ней работать? Поскольку я заведую катодрой пластического воспитания артиста в школе-студии МХАТ, а до того я 25 лет преподавала в ГИТИСе на режиссерском факультете, то, в общем, из моих рук вышло огромное количество актеров драматических. Огромное количество. Сейчас даже невозможно сосчитать. И, в общем, я гожу с тем, что очень многие знаменитые теперь актрисы получили прекрасное образование с точки зрения пластической выразительности, выразительности тела. И среди них есть очень большое количество актрис, с которыми бы я с удовольствием выработала и с которыми я, в общем, и работала. Так что, вообще, надо сказать, что в русской школе театральной, естественно, что делается очень большой акцент на пластическое воспитание, потому что, в общем, у актера два средства выразительности. Это голос и тело. Все, больше нет никаких средств выразительности на сцене. А поскольку сейчас вообще у нас очень востребованы актеры, которые прекрасно двигаются, потому что рамки между хореографическим театром и драматическим театром, в общем, стираются и, в общем, уже достаточно стерты. Поэтому, чем лучше актер работает со своим телом, чем ярче его выразительность, тем он востребованнее. Так что, очень многие актеры очень большое внимание этому уделяют. И очень, естественно, мы, педагоги, которые растят новые поколения, стремимся к какому-то такому совершенству в этой области, насколько можно быть совершенным. Но мы к этому двигаемся, пытаемся в этом случаях. Спасибо. ПЕСНЯ Спасибо, что взяли нас в свидетелях такого талантливого глумления над классикой. Думается, что заставили Карамзина не раз перевернуться. Вопрос о театре, который сейчас представляете. Какие еще жанры он приютил под своей крышей? Или вы у них в белых воронах? Я думаю, что Карамзин, конечно, поворачивается, потому что о нем помнят, он актуален, и его можно интерпретировать. И мы с большим уважением делали этот спектакль в Карамзину, честно. И я принял катушку. В общем, я не считаю, что мы над ним глумились. Это было все сделано без иронии, на серьезе, на большом. А вот вторую часть я не поняла. Был вопрос о том, насколько сложно... Трудно ли вам передавать эмоции языком танца? Из-за того, что это не сложно для вас трансферировать эмоции с помощью танца? На самом деле, это моя была... Я сейчас очень быстро, коротко расскажу движение к этому... К этой роли, к этому эксперименту, к этому пребыванию в спектакле. Когда я выпускалась из ГИТИСа, единственный режиссер, единственный театр, в котором я хотела работать, при том, что я никогда и профессионально танцами занималась нигде, была Алла Сигалова. Почему я так была нагла просто по-хамски, я не помню. Потому что в этот момент у Сигаловой был театр профессиональных людей, профессиональных танцовщиков с хореографической подготовкой. Но я почему-то понимала, что единственное, с чего я хочу выйти из театрального института, это работать с Сигаловой. Конечно, так не думала, совсем. И где-то мы встретились случайно много-много лет назад. Я ее, по-моему, даже напугала этим своим желанием. Как-то отпугнула настолько, что пришлось меня очень долго-долго ждать. И когда прошло много-много лет, я позвонила Алла и сказала, давайте сделаем спектакль и сказала, да, да, конечно, сразу. Алла принесла книжку детскую про дерево и про мальчика. Я сказала, да, мне так вообще не важно, что делать, лишь бы была Сигаловой. А мы разбирали книжку про мальчика. На следующий день раздался звонок, Алла сказала, нет, давайте Достоевский. Преступление сказали, да, конечно, давайте Достоевский. Так очень много перебиралось в всевозможных вариантах. Пока Алла сказал, бедная Лиза, сказала, все, бедная Лиза, сказала я. Включила музыку в машине и, конечно, задумывалась, что музыка была сложной. Но я ни на секунду не отказалась от своей студенческой, детской мечты. Не считаете ли вы, Андрей, что идея представления женщины как жертвы сексуальных отношений несколько устарела, Андрей? Мне кажется, вопрос как раз вовремя. Это очень интересная вопрос. Сегодня перед спектаклем мы как раз сидели пили чай и думали, а что же будет следующее? Лизы больше нет, остался только один раз. И мы решили назвать следующий спектакль «Возвращение Ераста». И как вы думаете, кем будет партнером у Ераста? Женщины или мужчины? И кто будет быть партнером? Кто будет быть партнером? Вы будете пофантазировать вместе с нами. А женщина всегда мне кажется актуальна. Вчера, сегодня и в следующей жизни будет тоже актуальна. Женщина — это все. Это жизнь. «Возвращение Ераста» «Возвращение Ераста» «Возвращение Ераста» «Возвращение Ераста» «Возвращение Ераста» «Возвращение Ераста» Вопрос к Чулпану и к Андрею. Как вы готовитесь к спектаклу и как восстанавливаетесь после него? Мне, я считаю, меньше повезло, чем Андрею, потому что Андрей работает в Большом театре и тело находится в постоянном хорошем рабочем тонусе. Я, конечно, драматическая артистка, и у меня не всегда есть возможность сходить и позаниматься фитнесом, поэтому для меня эти спектакли, они каждый раз буквально на выживаемость. Поэтому я стараюсь очень хорошо разогреться, и мне Андрей в этом помогает. Мне хотелось бы с этим вопросом связать еще один вопрос. Андрей, чувствуете ли вы разницу для себя, как актера между ролями балетных спектаклей и этим спектаклем? А легко ли работала с Салой и Чулпан? Мне вспоминается первые репетиции, когда мы готовили спектакль. Тяжело было себя найти, потому что все-таки я привык работать на сцене, играть как-то эмоции более открыто, что ли, иногда под перебор. Нас учили в балетной школе играть на галерку. Не на портер, а на галерку, потому что портеру как бы видно все, да, а там как-то меньше. А помимо галерки я еще не понимал, как я буду переживать свой образ, так как балетный артист по-другому немножко подготавливается. К балетному спектаклю. Он больше думает, наверное, о своем теле. Но тут я понял, что есть другая сторона еще. Подумать о том, что я делал до этого, прожить эту роль как-то по-другому. Мне сейчас легче играть даже балетные спектакли, потому что я больше в них вживаюсь, проживаю роль. Я вспоминаю, когда я думал о том, как бы у меня будет артист, я сидел в метро и ехал домой. И вот полный вагон, и я... У нас до Большого театра ездят в метро. Прошу внимания. Ну ладно, я такой же смертный, как и все. Я еду и думаю об образе, да, представляете, сидит молодой человек. И люди думают, больной, наверное, какой-нибудь. И я сразу понимал, что я еду в метро, останавливался и думал так, спокойно, про себя, про себя. Думай про себя. И у меня не получалось. Все равно как бы физически, ты понимаешь, потому что тело привыкло работать мышцами, и хочется сначала мышцами, потом эмоций. И вот что-то получилось. Спасибо. Если говорить о том, что как мне работало Сало и Шумпан, я скажу, что я попал в первый же день в сказку. И надеюсь, что сказка не закончится, пока я хожу по этой земле. Мне посчастливилось играть в этом спектакле и с Сало и и с Шумпан. Жаль, что я не смогу вам показать спектакль в паре с Сало. Если здесь не могут потерпеть, еще один спектакль. Сейчас можно. Это были две разные Лизы. И знаете, с каждой счастлива это просто большое счастье. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНКЫ АПЛОДИСМЕНКЫ Расскажите про детство, что было в нем такого, что сделало вас такой. Родители, которые полюбили друг друга, и появилась у них дочка, и меня просто любили. Я думаю, что это главное, что могут дать родители. Очень. Следующая записка. Сегодня я открыла для себя новую ЧУПАН ХАМАТОВУ. Какие сюрпризы нас ждут в будущем? Браво всем! Мои сюрпризы не будут перед нами в будущем, потому что сегодня мы узнаем что-то новое, что очень новое. Мечты сбываются. Мы очень благодарны за это. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень внимательно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.